Итак, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Вы дали мне темы, мне показались они несложными. Но постепенно, постепенно углубляясь, я понял, что все непросто, не так просто. И, откровенно говоря, несмотря на то, что я, безусловно, готовился к этой встрече, я могу сказать, что многого я не проработал. Эта тема оказалась намного обширеннее и намного глубже, чем я себе представлял. Но даже если отбросить, неправильно так сказать, даже если оставить философию разных философов, говоривших о свободе, то все равно материала очень много, связанное с размышлением о свободе. Ну вот Я начну, может быть, не закончу, может быть, остановлюсь посередине. Со свободы, свобода. Оказывается, свобода, этимология свободы, слово, оно состоит из двух частей. Я не филолог, но в переводе на русский язык, это значит, я хозяин, сам хозяин. Ну, над чем хозяин? Где надо хозяйствовать? Где ты, господин своего хозяйства, оказываешься? Вот в свободе. Свобода. То есть, свобода подразумевает некий выбор, который обуславливается желаниями, намерениями, целями каждого из нас, каждого, каждой личности, в зависимости от того, что она хочет и что она ждет о свободе. Ну, и я так думаю, что, но свобода – это как бы середина того пути, по которому мы должны с вами следовать. Хотя, свобода, несмотря на то, что мы желаем свободы, я думаю, что нет такого человека, который бы желал бы рабства. Но свобода часто от нас не зависит. Встречаются такие непреодолимые обстоятельства, что ты своего желания, воспользовавшись свободой, не можешь реализовать. Эти обстоятельства, они, безусловно, чаще всего, а, может быть, и всегда, от Бога нам посылаются. Ну, такой пример, который приходит, примитивный, самый примитивный пример. Например, допустим, я строю план сегодня вечером пойти в гости или посетить церковь, на всеночную сходить. Ну, и хочу это сделать, но заболеваю. Это непреодолимым препятствием, оказывается, к реализации того желания, которое я замыслил. И вот она, свобода исчезает в человеку. Ты пленен непреодолимыми обстоятельствами жизненными. Ты становишься пленником этих обстоятельств. И все твои планы на сегодняшний день, а, может быть, и на завтрашний, а, может быть, и вообще на много времени вперед, разваливаются, превращаются в пух и прах. Свобода. Очень хорошо звучит это слово. Но часто люди относятся немножко вольно к свободе. Ведь свобода связана с выбором. Мы свободой своей выбираем нечто. Это касается вообще жизненных обстоятельств. По свободе своей я выбрал в невесты и в жены свою жену. Так и мы все выбираем по своим желаниям. А кто там уже и выбирает? Но не факт, что выбор окажется благополучным в жизни человеческой. 85% браков в России, к сожалению, разрушаются. Люди встретились, вступили в брак законный, пожили некоторое время и разошлись, как в море корабли. Может быть, они и помнят в течение своей жизни того человека, с которым они вступили в брак. Ну, а чаще всего с большим удовольствием забывают эти брачные узы, если это не связано с огромной любовью, переживаемой теми людьми, с которыми произошло расставание. Свобода выбора. Самое элементарное. Я собираюсь в путь. Я выбираю маршрут по своей свободе. Тот институт или высшее образование, которое я хочу получить, выбираю институт, который мне по сердцу. Но уже внутри самого обучения я хоть и свободен, но не совсем. Я завишу от тех предметов, задаваемых мне. завишу от подготовки к этим предметам. Завишу от того, как на меня будет смотреть преподаватель, предвзятый или с симпатией. В общем, от многих обстоятельств мы оказываемся зависимы, несмотря на то, что мы вроде бы свободны и обладаем этой свободой. свобода. В хорошем смысле, но если хотите, это середина между произволом человеческих желаний и хотений и между пленением человека. когда не ты уже выбираешь, а за тебя выбрали. Допустим, если человек попадает в места заключения, какая здесь свобода? Которую ограничили до максимальных масштабов. Ты знаешь, один периметр или одну площадь, по которой ты можешь двигаться. Ты знаешь, время обеденное, время сна, когда тебя будет. Ты ограничен в общении, потому что рядом нет телефона, а значит, ты не можешь побеседовать со своими близкими и родными, и друзьями. И вот эта свобода в конечном итоге исчезает у человека. Но мудрые люди, духовные люди, они умели использовать эту несвободу в развитии своей внутренней свободы. О чем я говорю? Вот отец Иоанн Кристианкин, о котором я неоднократно упоминал в наших беседах. Великий Старец, преподобный, праведник, хотя еще не причисленный к лику святых, девственник, не согрешивший, может быть, так, как согрешаем мы. Нет человека без греха. Конечно, и он согрешал, но уровень этих грехов был совершенно иным, чем у нас. попадает в тюрьму. Безусловно, это оказалось таким большим шоком, может быть, внутренне он, а более того, ему духовный отец предсказал эту тюрьму. Но все равно это оказалось шоком для него, так, что, когда он попал туда, он не хотел жить. Нет-нет, это не суицидальные мысли, а ему показалось, что ему тяжко жить в таких условиях, в которых он оказался. Но прошло какое-то время, и уже после выхода из мест заключения, где он провел пять с половиной лет, он вспоминал это время, это время, как самое благодатное время в его жизни из всех тех времен, которые он проводил до и после. Почему? он говорил мне, что там он обучился молитве. Там это было место молитвенного подвига. И вот этот бесценный дар молитвы, который он получил во время отсидки в местах, как говорят, не столь отдаленных, он ценил в своей жизни больше всего на свете. По всей видимости, он имел особый опыт, благодатный опыт этой молитвы. Поэтому и вспоминал это время, как особое время, важное время, время становления его молитвенного подвига. Да, мы к сожалению, несмотря на то, что молимся утром и вечером, стараемся не забывать молитву в течение дня, вспоминаем в большей или меньшей степени постоянно или менее постоянно молитву Иисусу. Может быть, нас и касаются какие-то особые состояния, прикосновения, благодатные прикосновения к душе, но они чрезвычайно редки, они мгновенны, хотя о них запоминаешь, можно сказать, на всю оставшуюся жизнь. Но подвижники благочестия, подвижники молитвы, они имели такой опыт молитвенный, который обогащал их вот в этих тяжелых обстоятельствах жизни, насыщал их. Ведь когда человек молится и когда человека касается благодать Божия, он уже не помнит, где он находится, где он стоит, где он лежит, где он совершает коленопреклонение или стояние, человек, думаю, и уверен в этом, как отец Иоанн Христианкин бывает восхищен до самого неба. Апостол Павел говорит, что я, что он был восхищен до третьего неба и слышал там глаголы, слова неизреченные, которые невозможно, наверное, и повторить человеку, испытавшему или слышавшему эти глаголы, потому что изречь не может эти глаголы, которые он слышал. Но эти глаголы, видно, так напитывали душу человеческую, что все земное, связанное с пленом нашей физиологии, все земное исчезало у человека. Поэтому и слова Господа Иисуса Христа, когда его искушал дьявол и говорил, обрати после сорокадневного поста Христовых, ко Христу обращаясь, обрати эти камни в хлебы, когда он залкал, когда он хотел есть. И Господь отвечает, не хлебом единым жив человек. Он отвечает это не как Господь, ведь Он был Бога человеком. Он отвечает на это воззвание дьявола как человек, испытавший как человек силу молитвенного подвига и молитвы, несмотря на то, что он был по духу Господу. вот такие состояния переживают святые люди. И тогда любой плен, любые оковы для этого человека оказываются незначимыми. Ну, а помните апостол Павел из деяния апостолов сидит в тюрьме, молится и вдруг оковы спадают во время молитвы. И не только у него, да, апостол Павел, да, и не только у него, но и всех, а, Петр, Петр, да, Петр молится, и оковы спадают, и не только у него, но и всех заключенных, которые там находились. Вот, дорогие мои, силы молитвы. И вот в этом состоянии, я думаю, человек обретает истинную свободу. Свободу в Боге, свободу в общении с Ним, в прошениях, в прошениях, в Господу, в прошениях, Ну, а в прошении Господу у святых людей, я думаю, что сводится к одному. Господи, спаси меня, Господи, сохрани меня, Господи, прости меня за все те согрешения, которые я совершал и совершаю в этой жизни. Действительно, человек может оказаться свободным. А в обычной жизни мы все находимся в каком-то рабстве. Кто в финансовом рабстве находится, кто находится в рабстве чрева своего, кто находится в пленении своих страстей, в пленении своей семьи, которая приносит ему утешение и удовольствие. А ведь Господь сказал, что кто возлюбит жену, мужа, родителей, детей больше, чем меня, тот не достоин меня. истинную свободу мы можем получить только в Боге. И тогда, когда человек становится носителем Бога, когда его душа становится домом для Бога, и тогда он уже в содружестве, в любви с Господом, живет только по воле Божией. И в этом есть свобода от всех тех страстей, которые сопровождают человека в этой жизни. как хорошо стать любимым для Господа, и как хорошо почувствовать любовь Бога в отношении тебя, в отношении себя. Вот свобода воли, которую мы должны направлять к Богу. Все попечения в жизни должны быть связаны с Богом, и Он должен быть центром нашей жизни, и тогда наша воля будет не омрачена жизненными попечениями и пленом страстей в этой жизни. Свобода совести Совесть это то свойство, которое вложил в нас Господь определяющее определяющее как мы живем. Это нравственный закон, я думаю, совесть. Нравственный инструмент в нашей жизни. она никогда не подводит, когда мы начинаем, вступаем на путь греха. Она всегда нас обличает совесть, когда мы становимся на путь греха и приближаемся к греху. она всегда нас останавливает. Совесть вообще по большому счету это голос Божий, заключенный в нашей душе. и если бы мы прислушивались своей совести, то каждый бы из нас стал бы святым. Каждый бы из нас излучал бы фаворский свет, как преподобный Серафим Саровский. Но, к сожалению, обычно мы затаптываем голос совести, мы не хотим его слышать, и мы в кавычках по своей свободе избираем бессовестную жизнь. То есть тогда, когда совесть отсутствует. непутевую жизнь, тогда, когда пути наши, человеческие, которые должны были бы направлены быть только к Богу, только к Царству Божьему. Напомню, что смыслом человеческой жизни является подготовка себя к экзамену на вечную жизнь. И когда заглушается наша совесть, когда мы, а чем она заглушается? Нашими непотребными делами. Нашими делами, связанные против заповедей Божьих в том или в другом смысле, в той или другой силе. совесть можно восстановить, волос совести. Тогда, когда мы вернемся по своей свободе, воле, которая заключена и дана каждому из нас, к точному исполнению заповедей Божьих, когда мы вернемся к исповеди, покаянию, желанием больше с помощью Божьей не совершать то, что мы совершали и то, что заглушало нашу с вами совесть. То, чем мы растаптывали совесть, душили ее, это все восстанавливается. И у меня такая была, знаете, это, безусловно, не касается, нет, это касается нашей беседы, но у меня была такая мысль, которая потом была подтверждена чтением некоторых отцов, я, правда, не помню, кто говорил об этом, что вот человек, ну, допустим, вспомним блаженного Августина, он до того, как стал христианином, потерял девство, он прибыл в отношениях с двумя женщинами, ну, не сразу, не в одночасье, а другая пришла на смену первой, то есть он потерял девство, но это девство в духовном смысле, не физическом, может быть восстановлена нами по благодати Божией, вернее, Господом по благодати Божией, если мы с вами вернемся к целомудренной жизни, к целомудренной чистоте в нашей жизни. И вот через это покаяние восстанавливается я не говорю хромольные мысли, конечно, я повторяю, что это не физиологическое восстановление, а духовное восстановление целомудрия и чистоты в человеческой жизни. Ну, и, конечно, когда мы говорим о свободе, то, конечно, в первую очередь мы верующие люди подразумеваем свободу от греха. Вот к чему мы должны стремиться. Только тогда мы поистине рядом с Богом, в Боге, отринувши свои страсти и грехи, растоптавши покаянием, мы обретем истинную свободу, свободу от греха и окажемся в плену святости. но это уже действительно человек, который испытал это состояние, он совершенной определенностью может сказать, что я достиг в этой жизни истинной свободы. Вот еще здесь пункт о свободе от Бога. Не хотелось бы этим пунктом завершать нашу беседу и предыдущими словами можно было бы завершить эту беседу. Но раз уж здесь сказано о свободе от Бога, ну, я так понимаю, что это касается тех людей, которые сознательно или бессознательно отошли от Бога, да, отринули Его в своей жизни, посчитали, что Бога нет, или посчитали, что они и сами смогут справиться со всеми теми проблемами, которые нависают над каждым из человеков, и мы должны их решать, эти проблемы. Есть такая поговорка, которую вы, безусловно, все знаете, без Бога не до порога. Такие люди несчастные, вне Бога и ушедшие от Бога, или никогда не познавшие Его, они действительно несчастны, потому что в их жизни нет главного помощника в жизни, в их жизни нет смысла жизни, они удовлетворяются только одним. Я говорю о людях, которые все-таки живут по закону нравственной жизни. Они считают, что продолжение рода человеческого в этом смысл жизни. стяжание для своих детей благополучия в этом тоже полагают смысл своей жизни. Когда они находятся в горести и в печали, им трудно найти того, кто бы помог им в этой горести и печали, а часто, когда человек да, да, друзья и наши родные помогают нам в горести и печали, но есть такие горести и печали, в которых ни друзья, ни родные, самые близкие не могут помочь тому горе, которое пришло и свалилось в их жизни. и вот тогда бы, если бы они веровали, если бы они свою свободу употребили бы на то, чтобы приблизиться к Богу, постремились бы и осознали, что они есть чадо Божие, то тогда в их жизни, в жизни человека свободного от Бога, хотя такой свободы нет, потому что в руках Божьих находится наша жизнь, наше рождение, наша жизнь и конец нашей жизни, только этого не понимают люди, не познавшие Бога. Но если они познают, то тогда они, так же, как и мы, можем всегда найти утешение вне зависимости от тяжести скорби в Боге, в молитве и в доверии к Нему, который благ и который делает все для того, чтобы нам с одной стороны облегчить, как это ни странно звучит, путь к Царству Божьему, а в этом пути Он нам помогает, иногда берет за руку и проводит сквозь стерни по этому крутому и узкому пути ко спасению. Аминь. 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 Аминь.